МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Войцы, кажется, передовой снимут ужасно до жизни жадные. А я нарушение устава никак терпеть не могу. Ладно, давай. Ты мне рапорт, я тебе выговор. И новых солдат. А потом опять все сначала, так что ли? А вы жрите не пьющих. Не пьющих, а что бы насчет женского полу? Я внуков, что ли? Стучать надо, когда в помещение входите, товарищ старшина. Мы со Станиславом Ростоцким одного поколения. Оба воевали. У нас много общего в судьбах, в мировосприятии, в переживаниях и мыслях, связанных с событиями в Великой Отечественной. Вспоминал лауреат Ленинской премии Борис Васильев. Представьте себе. Режиссер, поставивший не одну картину о войне, великолепный профессионал, монтирует о зоре здесь тихие и плачет. Двадцать раз переделывает сцену и каждый раз плачет. Зелится на себя, а слез унять не может. Ручаюсь, это не слезливость, не сентиментальность, это другое. Это память. Это способность сострадать, чувствовать чужую боль. Это воспоминания о друзьях, не вернувшихся из боя. Часть личной биографии. Так Ростоцкий ставил фильм. О сверстниках, о друзьях, о себе самом, о своем поколении. Сначала я увидел спектакль в театре на Таганке. И хорошо помню, что лишний билетик на постановку о зоре здесь тихие начинали спрашивать еще в метро. Полвека прошло. Да нет, больше. Но ничто увиденное потом на сцене не производило такого сильного впечатления. Конечно, были актерские удачи, были режиссерские открытия, но ничто не потрясало так, как тот спектакль. Конечно, Юрий Любимов талантливый режиссер, но главное – это литературная основа. Режиссер лишь обострил трагизм того, что описал Борис Васильев. Борис Васильев – чудесный прозаик и фронтовик, написавший повесть, которую опубликовал журнал «Юность» в далеком 1969 году. И сердце рвалось, когда ты видел, как эти молодые люди без красивых слов, без ложного пафоса умирали за нашу Родину. Конечно, увидеть спектакль в Московском театре могли немногие. Поэтому, когда на экраны в 1972 году вышел двухсерийный фильм замечательного кинорежиссера Станислава Ростовского, его посмотрела, наверное, вся страна, и это было событие. Киностудия Горького дружила с городом Омском, и они всегда первые сеансы проводили в Омске, привозили новые картины. В том числе мы с Зорьем поехали туда. Была Оля Остраумова, я, Катя Маркова, и Станиславович Ростоцкий, естественно. Я помню, что закончился фильм, и наступила какая-то непонятная... Я не знаю, сколько это длилось. Секунду, 10 секунд, минуту, 2 минуты. Гробовая тишина. В зале никто не шевелился, не вздыхал, не аплодировал, ничего. И мы сидели так, не понимая, и что. И вдруг зал взорвался аплодисментами. Практически все фильмы Станислава Ростоцкого становились лидерами кинопроката. То есть их смотрела вся страна. У него две государственные премии за фильмы «Доживем до понедельника» и «Азорь здесь тихий», ленинская премия за ленту «Белый бим», «Черное ухо». Самое удивительное, наверное, состоит в том, что его одинаково любили и простые зрители, и высокое начальство. Как ему это удавалось? Общественное телевидение России и Всероссийский государственный институт кинематографии рассказывают о наших самых замечательных кинорежиссерах, выпускниках в ГИКа. Через искусство радует нас и по сей день. Станислав Иосифович Ростоцкий, внук генерала царской армии и сын врача, родился в 1922 году и с юных лет мечтал о кинематографе. И сниматься хотел у классика мирового кинематографа, у самого Сергея Эйзенштейна. Встретился он с Эйзенштейном, который очень много ему помог. Эйзенштейн считал, что режиссер, а он хотел уже быть режиссером. Когда-то он хотел быть кинооператором, считал, что до режиссеров он не дотягивает. И потом он позже говорил, я не знаю, в шутку, всерьез о том, что я не настоящий режиссер, а вот есть другие, такие, как Эйзенштейн, и еще перечислял несколько людей. Сам Станислав Ростоцкий и вспоминал. В 16 лет я твердо решил работать в кино. Кто мог ответить мне на проклятый вопрос «могу или не могу?» Только один человек. Человек, которому я абсолютно верил. Человек, приговор которого был бы окончательным и обжалованию не подлежал. Я изложил Эйзенштейну свои взгляды на искусство со свойственной молодости, категоричностью в оценках. Эйзенштейн не ответил мне на мой прямой вопрос «могу или не могу?» Он просто стал со мной заниматься. И мне кажется, что во всем творчестве Ростоцкого очень видно его развитый им самим и его учителями вкус. В 1940-м Ростоцкий по совету Эйзенштейна поступил в знаменитый до войны Московский институт философии, литературы и истории. Это была обитель молодых поэтов, безбоязненных полемистов и творчески мыслящих философов. Но многие одаренные студенты ушли на фронт и погибли. Ростоцкий чудом выжил. Ростоцкий никогда не говорил о войне. И, значит, когда моя дочка приходила к нему, им в школе что-то задавали, она, ну, дедушка, ну, пожалуйста, ну, хоть что-то расскажи. Он даже ей ничего не рассказывал. То есть он даже, ну... Я думала, вот почему, почему он не хочет вспоминать о войне? Он же сделал такие прекрасные фильмы о войне. То есть создал, в общем, очень светлый образ. После того, когда я прочитала его письма с фронта, я поняла, что война была для него такой нестерпимой болью, о которой он даже, ну, в общем, не хотел говорить. Станислав Ростоцкий вспоминал. Рев ночного танкового боя. Что-то огромное, неумолимое и жестокое навалилось на меня. Сжало грудную клетку, обдало жаром и запахом бензина и жёного металла. Стало на мгновение очень страшно. Именно из-за полной беспомощности и невозможности бороться. А я ведь жив. Только дышать очень трудно. И рука не шевелится. И нога. Но надо встать во что бы то ни стало. Я с трудом оторвался от весенней слякоти, простоял, как мне показалось, очень долго и начал падать. Но чьи-то руки подхватили меня. Э, брат, раз встал, значит, жив будешь. Станислав Ростоцкий воевал в 6-м гвардейском кавалерийском ордена Суворова корпусе. В феврале 1944 года в бою за город Дубно в Ровенской области был тяжело ранен. Ему ампутировали ногу. Всю жизнь у него болела нога. И были вот эти фантомные боли. То есть болела нога, которой нет. И потом он говорил, что ему не очень хорошо сделали операцию. Поэтому всё время было мучение с протезами. Протезы тоже, в общем, это тогда были не очень развитые технологии. И я видела, что Нина Евгеньевна ему всё время вязала какие-то накладки на протезы. Только она была посвящена в его страдания. Потому что всё время какие-то мази, всё время обезболивающие. В общем, да, это очень тяжёлое. Но при этом никто из кинематографистов действительно не знал. И многие рассказывали, как были потрясены, когда узнавали вдруг случайно совершенно об этом. Никогда не рассказывали о страшном. Вот там, что я бежал на это самое, меня ранило, я упал. У меня там, меня переехал танк. Потом меня... Нет, я остался жив, я счастлив. В поездках или на съёмках ты загрустишь или там зарыдаешь от какого-нибудь своего эмоционального состояния, не касающегося фильмов. Он говорил, так, девчонки, проснулись. Руки, ноги есть. Глаза видят. На небо какое, посмотрите. Какие деревья, какая жизнь, какие люди перед вами. Вы что? А ну-ка вытереть сопли, слёзы и идти дальше. Вот и всё. И это осталось, думаю, у нас на всю жизнь. В представлении о награждении Станислава Ростоцкого от 25 февраля 1944 года сказано. Гвардии рядовой Ростоцкий в течение 37 часов кровавой битвы находился в первых рядах сражающихся. И в один из самых кризисных моментов боя был тяжело ранен. За проявленное мужество и отвагу гвардии рядовой Ростоцкий вполне достоин правительственной награды Ордена Красная Звезда. Мне кажется, что даже это ранение его как-то стимулировало на победу над собой. Потому что, ну то, что он очень гордился, например, что когда они были в Китае с Ниной Евгеньевной, что он мог вот пройти долгий-долгий путь по этой китайской стене. И что, в общем, не все члены группы это выдержали. Или он, например, прекрасно ездил верхом, и остались фотографии со съемок фильма «Герой нашего времени», где он, в общем, выполняет трюки на лошади. Ну то есть никогда вот это физическое увечье не было препятствием для каких-то очень серьезных мужских занятий. Он был мальчишкой, мне кажется, что художник так и должен оставаться, мальчишками и девчонками. То есть восприятие должно быть такое просто восторженное. И на съемках он мог с тобой пойти в болото, он мог стрелять, несмотря на свое ранение, на то, что у него не было ноги, был протез. Он танцевал с нами до утра, пел песни. После госпиталя Станислав Ростоцкий получил инвалидность, а в сентябре 1944 года поступил на режиссерский факультет ВГИКа. ВГИК вернулся из эвакуации, так же, как сам Ростоцкий вернулся с фронта. Война дала ему тот опыт, который она дала очень большой и достаточно группе ветеранов, которые пришли и пошли в кино. Это были актеры, эти были режиссеры, это были операторы, то есть люди разных профессий, художники, которые пришли уже, обладая страшным опытом, который, в общем-то, тем не менее, является опыт дисциплинированности, опыт умения принимать быстрые решения, опыт видеть то, что, может быть, не видят другие. От этого часто зависела жизнь твоя собственная, твоих товарищей. Будущий знаменитый кинорежиссер учился у не менее знаменитого, у народного артиста СССР Григория Михайловича Козинцева, который был лауреатом сталинских и ленинской премии. Козинцев был театральным режиссером, и он привнес в кинематограф лучшее, все лучшее, что было создано русским театром в первой трети 20-го столетия. Так что у него было чему поучиться. Но дело в том, что Козинцев работал, снимал у себя в Питере. И чтобы чему-то реально научиться, туда нужно было постоянно ездить. И Ростовский ездил. Станислав Ростовский вспоминал. Я бросал учебу в институте и ехал в Ленинград, чтобы работать на съемках фильма «Пирогов», который снимал тогда Козинцев. Я сидел, страшно сказать, рядом с Шостаковичем и учился ремеслу, сочетанию шума и музыки. Я прошел школу Козинцева. Каждый шум в картине для меня музыкален. Он может дать ощущение живой сцены, а может и умертвить ее. И умение Козинцева работать с актером было удивительным. Каждому актеру он находил свой ключ и работал по-разному. Я спросил как-то, кто ваши любимые артисты? Он ответил, те, кто меня удивляет. Товарищ комендант! Товарищ комендант! Товарищ комендант! Чего тебе? Немцы в лесу. Меня позвали на студию Горького в ГИК рядышком. Я пришла, мне дали сценарий. Я не читала повесть и не смотрела спектакль на Таганке. Это было первое знакомство с повестью Бориса Васильева. И потом привели Олю Остроумову. И Олька так хотела сыграть в этом фильме. Ее уже пробовали на роль Жени Комельковой. Она сказала, все перечеркни. Таких ролей бывает раз там, не знаю сколько. А может и раз в жизни. Я очень хочу играть. И как-то она меня так завела, что я не могла подвести ее прежде всего. Пришел Ростоцкий, сел перед нами и говорит, ну давайте вот эти две сцены читайте мне. Ага, доложили уже. Ну давай, воспитывай. Сейчас будешь воспитывать или уж потом, после отбоя. У меня был муж Женя. Отбил кто-нибудь? А ты не жалуйся мне, я не пожалею. Не отбили. А убили 24 июня. И так, как-то так сказала, ох, растрогали вы меня. В Ростоцкому казалось, что мне не хватает, ну как бы такого стержня, что ли, строгости, крепости. И он дал одну из сцен, которую мы сыграли, когда Женька и Рита бегут по лесу. И Женька говорит, мы слышим, что с Галей что-то происходит. Она говорит, пошли скорее, Галка. А я ей должна сказать, боец Камелькова, приказ есть приказ. Бежим, Рита. Бежим, ведь вдвоем они. Нельзя, Женя, приказ есть приказ. Он, конечно, мог что-то потребовать сказать. Как нужно сделать это? Например, с Андрюшей очень много было Мартыновым моментов. Потому что он был совершенно городской мальчик. Так, актер гениальный, но он не очень понимал, знал, как, например, рубить дрова, пользоваться топором. Как кидать гранаты. Вот какие-то вещи тут Ростоцкий мог дать строгача и сказать, так, ребята, забирайте его нашим операторам. Они все спортивные. Давайте учите нашего старшину Ласькова, чтобы он умел гранату бросать там, рубить дрова и так далее. После окончания ВГИКа Ростоцкий начал работать на киностудии имени Горького. Его первый фильм «Земля и люди» вышел в прокат в феврале 1956 года, накануне 20-го съезда партии, который изменил судьбу страны. Фильм снят по очеркам воронежского писателя-деревенщика Гавриила Троепольского. Атмосфера в стране быстро менялась, и Троепольский был одним из тех, кто искренне говорил о наболевшем. Гавриил Троепольский вспоминал их знакомства. Это был молодой человек, только что закончивший ВГИК, Станислав Ростоцкий. Он уже тогда показался мне человеком с большим будущим в искусстве. Ему было далеко не безразлично, с чего начинать путь в кино. Но сев ради сводки – это же формализм. Это еще что такое? Агрономша, практикантша. А она правильно говорит? Что? Девчонка, посторонние, против районного руководства. Примем судебные меры за саботаж. Фамилия. Фамилии я спрашиваю. «Земля и люди» – фильм выдающийся. Фильм, оставшийся немного в тени из-за своей публицистичности. Начинался он словами «шла весна 1953 года». То есть было четко обозначено, что это происходит после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. «Новая эпоха», «Земля и люди» – один из первых оттепельных фильмов, который опередил, ну, не на много, на месяцы, там, я не знаю, на сколько, но опередил во многом другие вот известные фильмы того времени. По крайней мере, из области жизни деревни и из области изменений в сельском хозяйстве советском. Вот и все, что я знаю. Еще сильнее получилась его лента «Дело было в Пенькове». Ростоцкий – человек городской, но фильмы, принесшие ему успех, о деревне. Чем они подкупали? Искренностью, которой так не хватало. Зритель устал от надоевших штампов, от трафаретных сюжетов, которые кочевали из одного фильма в другой. Как это у Твардовского? Показан метод новой кладки, растущий зам, отсталый претый, в коммунизм идущий дед. А у Ростоцкого в фильме реальная жизнь. И лента «Дело было в Пенькове» сделал звездой молодого Вячеслава Тихонова. Но настоящая всенародная любовь пришла после появления фильма «Доживем до понедельника». Вся страна смотрела эту ленту о школьном учителе. Илья Семенович! Куда? Здравствуйте. Здравствуйте, Илья Семенович. Постуете? Постуем. Какие же лозунги? А мы, Илья Семенович, знаете, за что выступаем? За уважение прав личности. Фильм был снят в 68-м году. То есть это время конца оттепеля, когда закончились эти надежды и упования на свободу, на творческую в том числе свободу. И вот после уже ухода Станисо Фоще я нашла дневник 67-го года. Дневник достаточно такой по настроению неровный. То есть, ну, там очень много записей о том, как невыносима жизнь. Что совершенно невозможно пробиться сквозь холод и непонимание чиновников. И он там много заметок о смерти. И какие-то дорогие для него люди уходят. В общем, такая общая картина, достаточно депрессивная. Фильм был как раз выход из этого состояния кризиса. То есть он смог там рассказать о том, что действительно у него болело. И вот главный герой, ведь он же тоже фронтовик, как Ростоцкий. И он тоже находится вот в таком состоянии, когда не знает, как жить дальше. Вот. Но все-таки в итоге этот кризис преодолевается. И, да, вот эти замечательные планы в конце, крупные планы глаз учеников и учителя Мельникова. Когда мы понимаем, что люди любят друг друга, что они нужны друг другу. И что они как бы друг друга спасают. Когда я узнал, что я буду сниматься с Вячеславом Васильевичем, я позвонил с телеграфа. Тогда еще не было этих мобильных телефонов. Я позвонил в Куйбышев, в Самару. Говорю, мама, ты знаешь, с кем я буду сниматься? Я буду сниматься с Вячеславом Тихоновым. Не было бы того Тихонова, которого мы знаем, если бы не было Ростоцкого. Но я бы так не говорил. Но Ростоцкий понимал, как актер вписывается, или должен вписываться в ту или иную создаваемую режиссером среду. И он как бы смог Тихонова реализовать в новом качестве в фильме «Доживем до понедельника», в другой роли, кстати, еще и делая поправку на его возраст. Там есть очень личные моменты. Во-первых, когда Мельников рассматривает фотографии, то там фотография Ростоцкого маленького, рядом фотография сына Андрея. Очень пронзительно в фильме вот эта линия Мельникова и его мамы, которую играет любимейшая актриса Ростоцкого Ольга Жизнева. И вообще вся вот эта атмосфера, достаточно такая аристократическая атмосфера дома. И Ростоцкий же был дворянского происхождения. И дома тоже была вот очень похожая на этот фильм атмосфера. То есть это обязательно вечером накрывался стол. Нина Евгеньевна что-то очень вкусное готовила. И это были долгие ужины с разговорами, когда собиралась вся семья. На премьеру приехала моя мама. Вот ее провели, посадили, потому что был перианшлаг. Вот этот Новосельевский дом кино. Реакция была, знаете, просто на каждую реплику, на каждую фразу, на каждую. Ну, то есть аплодисменты, смех не прекращались на протяжении всего фильма. И когда пошли титры последние, и зал встал, стоя аплодировал, конечно. Ну, эти слезы радости, счастья. Мы не понимали. Наверное, Вячеслав Васильевич Тихонов понимал, что для него эта картина значит. А мы молодые ребята. Ну, да, ой, увидели себя на экране. Ой, еще смеются, аплодируют. И я там подхожу к маме, подошел к маме, и мамочку мою отнимают, и меня хлопают по плечу. Молодец, поздравляю. Ой, так держать. Ну, ты просто вот то-то-то. Комплиментов получил, наверное, на всю оставшуюся жизнь. Вячеслав Тихонов вспоминал. «Если бы не Ростоцкий, если бы не его вера в меня, я бы, наверное, не состоялся. Он разглядел во мне то, чего я сам в себе не видел. Он уговорил меня играть в фильме «Доживем до понедельника». Я отказывался. Это не я. Решился после того, как Станислав поставил жесткое условие. «Если ты мне друг, будешь играть». Фильм имел огромный успех. А мне он помог поверить в себя. Так что я считаю Станислава Иосифовича Ростоцкого своим режиссером. Он снимал только те фильмы, которые его волновали, в которых зрителям можно было рассказать что-то очень важное. И такие картины долго живут в памяти людей. Тогда все ждали того, чтобы кто-то сделает хорошую мелодраму. Ростоцкий делал хорошие мелодрамы безупречно. Жанр ведь имел проблемы в нашем отечественном кино. Иногда к нему относились снисходительно или в силу того, что его связывали с буржуазностью внешней, с западом и прочее. Или при помощи, так сказать, радикальной части интеллигенции, которая, наверное, составляет 99% всей так называемой интеллигенции, относились к жанру как к чему-то недостойному. Чему-то, что меня мешает воплощению серьезной темы серьезно. «Доживем до понедельника» тоже. Вот представить себе, что фильм о школе будет таким большим хитом. И вообще, после Петра Первого России очень не везло на царей. Это уж мое личное мнение. Вот поставишь ему единицу, а потом выйдет из него Юрий Никулин, и получится, что я душил будущее нашего искусства. Не надо. За что единицы-то? За более-менее. Я не знаю, что было со мной, если бы я не снялся в фильме «Доживем до понедельника». Может быть, я снимался бы в каких-то других фильмах, но такого успеха, как в фильме «Доживем до понедельника», вот такой узнаваемости по сей день, представляете? Но картина, потому что картина. Ведь фильмов много. И сейчас у меня очень много фильмов. А все помнят фильм «Доживем до понедельника». И я начинаю свою творческую встречу с рассказом о фильме «Доживем до понедельника». И у меня есть такие слова на музыку Кирилла Молчанова. Детство незаметно пролетело, юность наша школьная прошла. Первым шагом искренне, несмелым, наша встреча первая была. Стал он нашей песней колыбельной, вырастившей и согревшей нас. И любой тяжелый понедельник пережить сумеем мы не раз. Через 20 лет после картины «Земля и люди» Ростоцкий поставил еще один фильм по книге Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо». Получился шедевр. Сразу надо было утопить. Все признаки вырождения налицо. Альбинос проклятый. Спи, спи. Все будет хорошо, бимка. Станислав Ростоцкий вспоминал. Мы хотели вызвать у наших зрителей ощущение ценности жизни. Каждого ее дня, каждого момента, прекрасного или трагичного. Фильм наш о любви к ближнему, к соседу и ко всему живому, ранимому. Ты его не напугаешь. Он смелый. Он даже змеи не боится. Пойдем. Мне позвонили и сказали, мы тебя вызовем на пробы. Троепольский и Ростоцкий решили, что ты можешь сыграть роль Даши. Собственно, в повести даже не прописано толком никак. Он как-то специально для меня эту Дашу выделил все-таки в спасительницу. И мне было приятно. Я горжусь тем, что я дважды снималась у Ростоцкого. Мне было приятно, правда. Для меня его фильмы – это такой эталон какой-то легкости, несмотря на очень серьезные темы. Но ведь это просто так не дается. То есть он работал со многими литературными источниками. Он понимал по-разному разные оригинальные произведения литературы, которые он потом воплощал на экране. Кинокритик Даль Орлов вспоминал. Замысел Белого Бима вызывал в Госкино сомнения. О собаке ли должен снимать фильм мастер такого масштаба? А он снял о собаке и заставил людей плакать и был номинирован на Оскар, коли уж считать американскую награду комплиментом для русского фильма. Дома он получил ленинскую премию. Выше не было. Сейчас в Калуге журналисты, союз журналистов их местный, они отвоевали, чтобы Бима поставили, ну, как бы такую фигуру, памятник, Биму поставили в Калуге. И это буквально произошло вот на днях. Я с ними переписывалась, я поддерживала всю их идею эту. И чудесная совершенно скульптура теперь стоит на улице, где мы снимали Бима. В перестроечные годы он снял только один фильм в 1989-м из жизни Федора Кузькина по повести писателя-деревенщика Бориса Можаева, опубликованной в журнале «Новый мир» в 1966 году. Эту повесть тоже поставили в театре на Таганке тот же Юрий Любимов, а в главной роли Валерий Золотухин. Но пьесу запретила министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева. Она приехала в театр и кричала, где режиссер? Как вы могли поставить такую антисоветчину? А где Портком? Тут вообще есть советская власть? Что, Камаринская? Ага. Это можно. Ну давай. С выходом! Я на балалайке играю. В цирковом училище научился играть на балалайке. Вот. И... Ну и в Ивана Васильевича я же там тоже на балалайке играю. Ну видно, кто-то увидел, и сказали Станиславу Ощущу. И воздаётся звонок, говорит, вот Станислав Ощущ, Юр тебя просит, чтобы ты научил главного героя играть на балалайке. Саша Суснин, исполнитель главной роли вот этого, Фёдора Кузькина. Ну, со мной заключили договор. Педагог по балалайке. Мне было так смешно. Я пришёл на киностудию, и Станислав Ощущ говорит, Чернов, давай учи, учи, Юрка, давай учи. Главный герой, чтобы он так же играл, как ты, виртуозно. Я говорю, как вы, виртуозно. Ну хотя бы, чтобы он играл вот частушки какие-то. Казбулат удалой, бедно сокля твоя, Золотою казно я сыплю тебя. И я пришёл на съёмки посмотреть, как будут снимать эту сцену, где Саша на балалайке играет. И Станислав Ощущ посмотрел на меня и говорит, слушай, Юрка, а ну-ка давай переодевайся и в кадр, иди, бери балалайку и давай в кадр, будешь сам играть. И таким образом я попал вот в эту последнюю его картину из жизни Фёдора Кузькина. Это история русского крестьянина, который проходит через всякие испытания. Там разворачивается вся история нашей страны. И несмотря ни на что он выживает. Но этот фильм не вышел практически на экраны. То есть была разрушена система проката. И я думаю, что это очень повлияло на Ростоцкого, потому что он потерял ощущение своего зрителя. У него же были многомиллионные аудитории. И всё время его картины занимали верхнюю строчку в рейтинге. И были названы, допустим, журналом «Советский экран» самыми зрелищными фильмами. А здесь вдруг он оказался в вакууме. И у него возникло какое-то ощущение даже разрыва со своим зрителем. Он как бы не очень понимал, что происходит в стране. Ему очень многое не нравилось. И, конечно, он очень драматично и тяжело переживал распад Союза. Станислав Иосифович Ростоцкий ушёл в мир иной в августе 2001 года. Не на больничной койке и не в своей постели, а сидя за рулём автомобиля. Спешил на очередной кинофестиваль «Выборок». Он во всех фильмах производит впечатление очень хорошего человека. Потому что это приятно. Даже на фотографиях в ней кино видно, что он улыбается. И в кино, даже несмотря на то, что такие трагические темы берутся, или, по крайней мере, драматические, как «Доживём до понедельника», трагические уже на личной, как трагедии, «Белый бим» или коллективные трагедии в фильме «Азоре здесь тихий», он как-то вот умел без излишнего оптимизма прикроенного или пришитого и без излишнего лиризма всё это делать крайне естественно. Даже вот эта смерть девочек, вот этих девушек молодых в «Азоре здесь тихий», там есть какая-то сдержанность, которая заставляет верить в произошедшую трагедию больше. Фильмы Ростоцкого были зрителю нужны очень. И надеюсь, что они нужны и сейчас. Саниславович, царство ему небесное, конечно, он умел вот так вот собирать ребят. И перед съёмками он с нами о чём-то разговаривал, как бы так сближая нас, сплачивая. И все мои друзья, коллеги по театру, молодёжь у нас подходят, посмотрели и говорят, «Ой, Юрий Николаевич, а мы вас видели, доживём до понедельника. Ой, какой фильм, ой, какой фильм». Я говорю сразу, а посмотрите «Азоре здесь тихий» этого режиссёра Станиславовича Ростоцкого. А посмотрите, дело было в Пенькове. Но кто может снять лучше фильм «Азоре здесь тихий», чем Станиславович Ростоцкий? Ведь никто. У него был такой посыл главный всего его творчества, что кинематограф должен помогать людям жить. То есть он много раз повторял, что ничего не стоит доказать человеку, что жить не нужно. Но очень сложно человеку дать смысл жизни. То есть внушить ему веру в жизнь, несмотря ни на что. Его все воспринимали в кинематографе как такого баловня судьбы. Человек, которому всё легко даётся, который обладает дипломатическим талантом, он может все конфликты улаживать. И, в общем, который живёт очень легко. На самом деле он был человек, который достаточно драматично воспринимал жизнь. И он мне сказал, ты знаешь, не надо очень сближаться с людьми, потому что тебя неизбежно ждут разочарования. То есть он не был, конечно, мизантропом, он любил очень людей. Но при этом он понимал, что жизнь трудна, что в ней очень много дурного. И последний фильм, который он не снял, но который он хотел бы снимать, он говорил, что это был бы фильм о предательстве. Фраза Ростоцкого, который говорил, что у художника обязательно должен быть осколок в сердце. Только тогда он может снимать что-то настоящее. Это правда. То есть человек, который ничего не пережил, не ранен, пусть и в любом возрасте, не сострадает, он не может быть художником и не должен. Четыре фильма талантливайшего режиссера Станислава Ростоцкого остались в истории кинематографа. Дело было в Пенькове. Доживем до понедельника. А зори здесь тихие. Белый бим, черное ухо. Остались не только в истории кинематографа, но на экране тоже. И мы вновь и вновь их смотрим с огромным удовольствием. И бессмертной фразой «Счастье – это когда тебя понимают» мы тоже обязаны Станиславу Ростоцкому. Общественное телевидение России не только рассказывает, но и показывает. Сейчас вы увидите один из самых трогательных фильмов современного кинематографа. Автор сценария Гавриил Трепольский. Главную роль сыграл Вячеслав Тихонов. Режиссер-постановщик Станислав Ростоцкий. Белый бим, черное ухо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова